Вы видите устройство для закрепления дифракционной решетки. При отсутствии решетки световой поток осветителя образует на экране узкую светлую полосу. В опыте будет использована дифракционная решетка, которая заключена в специальную оправу. Решетка имеет 100 штрихов на миллиметр. Поместим решетку на пути светового потока. На экране справа и слева от светлой полосы образуются цветные полосы, которые удобнее рассматривать в затемненном помещении. Сейчас на экране можно рассмотреть по обе стороны от центральной полосы по три группы цветных полос. В каждой цветной полосе плавно чередуются все цвета спектра. Заметим, что к центральной полосе обращены фиолетовые края спектров. В дифракционном спектре все участки имеют равную ширину. Эти же особенности характерны и для спектров слева от центральной полосы. Фиолетовые края этих спектров также обращены к центру. В каждом спектре все участки имеют одинаковую ширину. Посмотрим, как выглядит дифракционная картина в монохроматическом свете. Поместим рядом с решеткой красный светофильтр. Теперь дифракционная картина представляет собой систему красных полос и темных промежутков между ними. Заметим, что положение красных полос дифракционной картины монохроматического света строго соответствует положению этих же полос в дифракционной картине естественного света.